Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Выпускники прошлых лет будут сдавать ЕГЭ по-новому. Генерал Салютин ответил на вопросы журналистов. Открытие персональной выставки художников Власовых. Первенство Смоленской области по мини-футболу. А теперь об этих и других событиях подробнее. Областной фонд поддержки предпринимательства получил федеральную субсидию в 52 миллиона рублей на господдержку бизнеса. Помощь коснется малого и среднего предпринимательства, включая фермерские хозяйства, а также молодежных проектов. Софинансирование за счет средств областного бюджета составит около 12 миллионов рублей. В настоящее время в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования для выпускников прошлых лет вносятся изменения. Проект изменений сейчас находится в Минюсте России. Основные изменения касаются сроков сдачи ЕГЭ. Подробности далее. У десногорских выпускников прошлых лет, желающих сдать госэкзамены, осталось всего два дня, чтобы подать заявление в Комитет по образованию. До 1 февраля они должны прийти в Комитет по образованию, чтобы написать заявление в ЕГЭ в связи с тем, что они теперь будут сдавать экзамены только в досрочный период. Это март и апрель месяц. Все собранные документы специалисты Комитета по образованию передадут в Смоленск. Там же, скорее всего, выпускники прошлых лет и будут сдавать экзамены. Участие в экзаменах выпускников прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ допускается только при наличии у них уважительных причин, болезней или иных обстоятельств, подтвержденных документально. В Общественной палате России заработала горячая телефонная линия по вопросам коллекторской деятельности. Теперь о самоуправстве и фактах нарушения закона коллекторскими фирмами смоляне могут сообщить по бесплатному телефону. Его номер 8 800 737 77 66. Всем позвонившим в Общественной палате обещают оказать правовую поддержку. На встрече с журналистами генерал Василий Салютин подвел итоги работы УМВД в прошлом году и особенно подчеркнул, что преступления смещаются в область дистанционных. Чем это грозит простому гражданину? Смотрите в нашем сюжете. Генерал в своем выступлении отметил, что в прошлом году зарегистрировано более 1700 преступлений, совершенных при помощи мобильных телефонов и интернета. Из них полиция смогла раскрыть всего 83 случая. Расследование этих преступлений затрудняет то, что в момент совершения мошенник может находиться в любом регионе. На 8% способствуют совершению так называемой повышенной эффективности, создают сами потерпевшие, потому что они клюют на эти удочки. Мы-то вот эти ролики запускаем, наверное, это делаем, может быть, недостаточно, будем здесь еще сами активно работать. И ко всем обращаюсь. Объясняйте гражданам, что нельзя давать номера своих карт, нельзя доверять звонкам неизвестных людей, которые утверждают, что их родственник задержан. Ну и там, в общем-то, в сети, в роликах мы эти все основные способы и методов их достаточно много, чтобы не занимать время, мы их все, в общем-то, озвучиваем. Просьба ко всем СМИ более активно в этой связи работать. В борьбе с интернет-мошенниками главными борцами должны стать сами граждане и не попадаться на удочку злоумышленников. На Смоленской таможне задержали 59 тонн польских яблок. Запрещенный к ввозу на территорию России товар на трех фурах направлялся в Москву. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении в отношении перевозчиков дел об административном правонарушении. Размер штрафа может составить от 50 до 300 тысяч рублей. А вчера, 26 января, таможенники отметили свой профессиональный праздник. По традиции, в этот день смоленские сотрудники ведомства подвели итоги работы за прошедший год. За минувшие 12 месяцев было оформлено более 170 тысяч деклараций. Бюджет получил более 135 миллиардов рублей. По этим показателям Смоленская таможня на втором месте в ЦФО. В выставочном зале Историко-Краеведческого музея нашего города открылась персональная выставка десногорских художников Валерия и Евгений Власовых. Все подробности в нашем сюжете. Это вторая выставка Читы Власовых у нас в городе. Первая состоялась в 2012 году и имела большой успех. 26 января на открытие новой экспозиции пришли представители администрации церкви, друзья, родственники и коллеги по цеху. Звучало много теплых слов и поздравлений. Я хочу в первую очередь поблагодарить наших художников, нашу Евгению и Валерию за предоставленную нам возможность насладиться действительно искусством. Я думаю, вы уже все просмотрели их работы. И те чувства, которые выражают их работы, те картины, они несут в себе столько эмоций. Супруги Власовы нашли друг друга во время учебы в Московском художественном институте имени Сурикова. Евгения родилась и выросла во Владикавказе. А Валерий – родом из нашего города и воспитанник Десногорской художественной школы. На экспозиции в этот раз молодые художники представили работы со времен своей учебы. Каждая картина показывает, как долго и с каким терпением шли авторы к совершенству. Продолжение следует... В годы обучения в институте супруги занимались реставрационными работами во многих храмах. За их плечами большое количество восстановленных икон. Работа над святыми образами настолько их увлекла, что они сами занялись написанием. Вы пишете иконы. Вдвойне это радостно, поскольку речь идет о семье прихожан нашего храма. Каждая представленная работа на выставке удивляет и покоряет своей реалистичностью, цветовой гаммой и техникой. Впереди у молодой пары много планов и проектов. Один из них – это открытие у нас в городе при выставочном зале Музея художественной студии «Власовый арт». Супруги планируют заниматься живописью не только с детьми, но и со взрослыми. А экспозиция, открытие которой прошло успешно, пробудет в выставочном зале до 20 февраля. В России увеличат штраф до 2500 рублей за отказ пропустить пешехода. Такое предложение поступило от Министерства внутренних дел после того, как выяснилось, что количество аварий и жертв на пешеходных переходах возросло. Водителям необходимо помнить, что вблизи пешеходных переходов необходимо сбрасывать скорость. А пешеходам также не следует забывать, что переходить дорогу. Нужно только убедившись, что водитель автомобиля видит вас и пропускает. Будьте внимательны и осторожны. В Смоленске вновь обнаружили фальшивки. Две поддельные купюры номиналом 5000 рублей поступили из Гагаринского банка и Дорогобужского сетевого супермаркета. А банкнота в 1000 рублей поступила из Банка Смоленска. Причем ранее данная купюра уже изымалась в Сафоновском районе. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны и помните, что при обнаружении фальшивых денег ни в коем случае нельзя пытаться их сбыть. Это уголовно наказуемое дело. А сейчас новости спорта. 26 января в физкультурном комплексе Десна прошел первый тур первенства Смоленской области по мини-футболу. О том, сколько команд приняли участие в соревнованиях, вы узнаете прямо сейчас. За право называться самой лучшей футбольной командой области соревновались спортсмены из городов Сычевка, Сафонова, Вязьмы и Десногорска. Футболистам едва исполнилось 15-16 лет. Игры проходили по круговой системе. Каждая команда смогла показать свое мастерство. Первыми на поле встретились сафоновцы и десногорцы. В этой игре наши футболисты уступили соперникам со счетом 8-1. Вторыми играли команды Сычевки и Вязьмы. Со счетом 4-3 команда спортивной школы города Сычевка обыграла Вязьмичей. Четвертыми на поле встретились сафоновцы и Вязьмичи, где в очередной раз команда из Вязьмы уступила соперникам со счетом 4-2. Завершила день соревнований игра десногорцев с воспитанниками Сычевской спортивной школы. В ней наши футболисты показали свое превосходство и обыграли соперников со счетом 8-1. Впереди у ребят еще три тура, которые завершатся 5 февраля. И в заключении наша афиша. В субботу 28 января на Десногорском водохранилище в районе деревни Холмец пройдут соревнования по ловле рыбы на мормышку. В связи с массовым выходом людей на лед сотрудники ГИМС заранее обследуют места ловли, сделают замеры толщины льда, проинструктируют участников до выхода на лед и будут контролировать безопасность рыбаков во время соревнований. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok